О войне написано немало песен. Особенно пронзительные произведения, созданные непосредственно в те суровые годы. Темная ночь, землянки, эх, дороги, синий платочек. Но сегодня я хочу рассказать о песне, написанной уже в мирное время. В отличие от содержания, она имеет не совсем удачное название – «Москвичи», поэтому известна по словам своего рефрена «Сережка с малой бронной» и «Витька с маховой». В полях завислы сонной, Лежат в земле сырой. Сережка с малой бронной, И Витька с маховой. Авторы песни, композитор Андрей Эшпай и поэт Евгений Винокуров знали о войне не понаслышке. Эшпай попал на фронт сразу после 10-го класса. Участвовал в боях за Варшаву во взятии Берлина. Демобилизовавшись, окончил консерваторию. В 52-м был принят в Союз композиторов. Евгений Винокуров, сын легендарного комбрига Перегудова, в 37-м после репрессирования отца был вынужден взять фамилию матери. Окончание школы совпало с началом войны, и парня направили в артиллерийское училище. Войну Винокуров закончил в звании капитана. Вернувшись в Москву, поступил в театральный институт. Его стихотворение «Сережка с малой бронной» было напечатано в журнале «Новый мир» в 1955 году. Стихи прочел Марк Бернес и принес Эшпаю, с которым познакомился еще во время войны на просмотре кинофильма «Два бойца». В нем Марк Наумович играл главную роль и пел песню «Темная ночь». После успеха картины на всех творческих вечерах Бернеса просили спеть. И вскоре артист понял, что главное для него не кино, а песенная эстрада. Придя со стихами Винокурова к Эшпаю, Бернес поставил журнал на пепитр фортепиано и сказал «Нужна музыка». Когда композитор прочитал стихи, то удивился поразительному совпадению. Все, о чем писал поэт, было в его жизни. Меня совершенно потрясло совпадение того, что говорилось в стихотворении, с тем, что произошло у меня в жизни. Там говорилось о парне, который ушел на фронт с Бронной, я жил там на Бронной, который начал войну с Вислы, я начал войну как раз с Вислы, и мать ждет там сына. И действительно у меня старший брат не вернулся с войны, мама до сих пор его ждет. Песня «Москвичи» состоялась благодаря исполнителю. Марк Бернес обладал удивительным умением прожить историю, о которой рассказывал. Он действительно рассказывал, а не пел. Выходя на сцену, так и говорил зрителям «Я расскажу вам песню». Однако завистники и бездари всю жизнь поливали артиста грязью. То и дело появлялись статьи пасквильного характера, самая громкая из которых, шептун у микрофона, на несколько лет отлучила Бернеса от сцены и, конечно, сократила его жизнь. Этого умения проживать, пропускать суть песни через себя, так не хватает тем, кого сделали звездами. 20 лет назад, к юбилею Победы, москвичи попросили спеть Льва Лещенко и группу Лицей. Если Лев Валерьянович, как представитель старшего поколения, находился, что называется, в материале, то пустышки из модной девичьей группы совершенно не думали, о чем поют. На примере двух парней, погибших на чужой земле, Эшпай, Винокуров и Бернес рассказали историю целого мира. Жизнь продолжается без миллионов погибших, без миллионов нерожденных. Пронзительная тоска в обрамлении легкого вальса. Что может быть глубже? Что может быть страшнее? Наверное, лишь то, что спустя 70 лет история москвичей Сережки и Витьки актуальна снова. Но помнит мир спасенный, мир вечный, мир живой, Сережку с малой бронной, и Витьку с маховой, Сережку с малой бронной, и Витьку с маховой.